Субтитры сделал DimaTorzok Итак, мы приехали в Самару не зря. Мы сегодня поговорим о такой интересной теме, как имеет ли сила и физическое превосходство водителя в превосходстве на дороге. И мой гость это Андрей Шокин, мистер Вселенная. Здравствуй, Андрей. Приветствую. Прокатимся, поболтаем? Да, конечно. По Самаре. По Самаре. А то в Ульянске мы много уже поездили. А вот в Самаре мы первый раз в нашей передаче. Скажи, пожалуйста, ты же ведь за рулем лет 15-20. Права давно? В 2000 году я получил права. То есть в совершеннолетии, можно сказать, у тебя 18 лет. Да, слушай, точно. Но это будет, когда будет осенью, что ли, да? Все лето ты меня учил езди на автомобиле. Внимание, ребята, небольшой эксцесс в историю. Так уж получилось, мы с Андреем выросли в одном дворе на нижней террасе. Просто кто-то остался дрячом, а кто-то стал мистером Вселенная. Так что, поэтому, возможно, время от времени он будет вспоминать про какие-то моменты, которые были с какой-то там прошлой жизнью. Итак, первая машина девятка. Первая машина девятка. Сначала я купил машину, потом стал учиться на права. А, да, я помню. Я же на твоей машине первый год, ты там полгода ездил. Хранился в моем гараже еще даже. Всему меня научил. Большого тебе за это спасибо. Но мы сейчас нелебезно собениваемся. Да, все-таки. То есть, опыт 18 лет. То есть, в принципе, уже... Так, а нам что, в Самару туда надо ехать? В центр, да? Прямо идем? Пока, да. Прямо. Вот. То есть, 18 лет. Поездил по Ульяновску. Я знаю, в Екатеринбурге ты жил какое-то время. В Екатеринбурге, да, жил, но не ездил там. И вот в Самару, и Ульяновск машины у меня были только... Скажи, пожалуйста, ты всегда был большим. Так, ну, куда едем? Направо. Туда. Ага. Ты всегда был большим. И когда ты едешь за рулем, то в случае каких-то конфликтных ситуаций приходилось ли применять свое физическое превосходство? Да, я торможу машину, выскакиваю зрелом на... Ну, конечно же, нет. Однажды была такая ситуация. Ну, правда, я стою на светофоре, а вылазю на кольцо, пытаюсь вылезти пробка, и прется фура. Уже красный свет, она все равно прется, и так получилось, что он вот прям миллиметры до касания моего автомобиля. Блин, у меня зло берет, а выйти я не могу, дверь, он мне, ну, держал вскользься, ага. И потом он все-таки дождался, пока он протиснется вперед. У меня все это кипело-кипело, я не смог вот, да, я не смог остановиться. То есть, ты не смог, вот как это называется, лучший бой, это несостоявшийся бой, да? То есть, в данной ситуации, а бой все-таки состоялся, ну, пускай он психологически, и понятно, что... Ну, да, я выскакиваю из машины, подбегаю, он видит меня, тут же закрывает дверь, а тут загорается, конечно же, зеленый, мне все сигналят, но я сел в машину и уехал, естественно. Это был единственный случай, когда я не сдержался, а в основном я абстрагируюсь, ну, лучше, думаю, это, не нервничать вообще, не обращать внимания на индиотов и все. А, конечно, таких много, если каждый раз нервничать. Смотри, вопрос вот про физическое превосходство, он ведь, на самом деле, стоит из двух частей. Первое, это вот, когда люди просто видят крупного человека, понимают, так, ну, его, что я буду, он мне сейчас даст, то есть, ну, как бы, психическая атака стороны твоих мышц. И второе, как ты уже говорил, непосредственно физически, вот, когда ты уже выходишь, начинаются какие-то, возможно, разговоры. Насколько люди опасаются, когда видят вот такого вот за рулем? Ну, еще как раз один случай вспомнил, была, стоял я в очереди на автомойке, но автомойка была, ну, когда сам моешь машину. Самообслуживание. Самообслуживание, да. Мне нравится самому машину, мы используем прям очень. И я какой-то вымыл свою машину и стал ее там уже протирать. Надо же оттуда выехать, протирать, сколько вылезть. Там он трет и трет машину, трет и трет. Я выскакиваю из машины и сделал вид, что я сейчас вот иду его убивать. Но когда подошел любезно, сказал, отъедите, пожалуйста, машину протрите. Я подумаю, если вам будет, конечно, конечно. И он отъехал, а потом ко мне подходит уже и говорит, даже если бы вы мне ничего не сказали, я бы тут же уехал. Когда ты большой, то люди все-таки опасаются. Опасаются. Опасаются? Так я просто тому, что все равно вот, ну, вот интернет кишит этими всякими видеороликами про эти дорожные войны, выходит, чего-то начинает дать бейсбольными битами и битами. То есть... Ну, я вот стараюсь такие вещи вообще даже не смотреть и не допускать в свои мысли, чтобы у меня не было стереотипа какого-то, даже не выработал стереотип поведения, например. Я абстрагируюсь и не успокоен. То есть, когда ты смотришь постоянно такое видео, в определенный момент ты допускаешь мысль, что ты сам можешь... То есть, ты же монтажечку кладешь или бейсбольную биту там, или еще что-то, хоть я сейчас планирую запретить, но... Такое даже было в 2000 году, когда вот купил я девятку. У меня в восьмерке лежат. В машине была, да, бейсбольная бита и рулевая рейка от BMW. Два. Знаешь, тут в одной передаче показывали, что... Про Китай показывают передачи. А если у вас какой-то средство самообороны спрашивает у китайского альтера, он такой, нет-нет-нет, а у него тут сбоку лежит блокиратор, который вот такая есть, как она, кочерга называется, на руле, на педали цепляется, вот. Такой, не-не-не, у меня так-то нет, но это просто вот, ну... А там вот такая вот, ну, железная конструкция, которую, в принципе, ну, бейсбольную биту заменить легко. То есть, на самом деле, подойдем к вопросу так, то есть, неважно, много у тебя мышц, мало у тебя мышц, то есть, умение контролировать себя за рулем, и, в общем, это, в принципе, ну, это очень хорошее качество для любого водителя. Конечно, и нужное, да, и полезное, и я считаю, что, да, нужно вести себя спокойно, сдержанно. И вот как говорит мой брат, иногда я тоже вспылю, что-то там вырубую, то есть, а он говорит, не обращай внимания на барана. Когда видишь живого барана, ты же понимаешь, что он баран, и ты хочешь как-то ругайся, он тебя не поймет. Также нужно это переносить, такое вот отношение, как бы, к людям. Но это чисто для себя, не высказывая ничего, конечно, вслух, но вот так проще. Ну, да, логично, смысл того, чтобы уж баран, он говорит, что он баран. Во-первых, он это не услышит, во-вторых, он все равно не изменится от этого. Это, поэтому не меняй мир, измени себя. Кстати, хорошая вещь, да, то есть, зачем противоборствовать на дорогах, когда проще подумать, или как там есть вот эта аутотренинговая система, там, перед тем, как сказать, другому человеку что-то плохое, ну, вспылить, там, считай до ста, то есть, погище, там, через полторы-две минуты уже не так критично все это дело. Скажи, пожалуйста, как ты сам являешься габаритным человеком? Как ты относишься к людям, которые покупают большие машины? Я считаю, что машина должна быть удобной, а вот эти лишние объемы, мне кажется, они только-то затрудняют как-то, что ли. Марковаться. Нет, с другой стороны, понимаешь? Ну, плюсы есть, конечно, и минусы, и плюсы. Это зимой, конечно же, проходимость, там, где-то в лес ездить, но ты же не ездишь в лес каждый день. Независимо от того, какая у вас машина, большая или маленькая, правильная регулировка боковых зеркал заднего вида – залог успешных маневров. Большинство водителей настраивают зеркала так, чтобы в них отражался в том числе и борт автомобиля. Как правило, автомобиль виден примерно на одну треть площади. Такая регулировка привычна большинству автомобилистов. Мы предлагаем попробовать несколько иную настройку боковых зеркал. Кто-то называет ее гоночной, кто-то расширенной. Но смысл в одном – водители начинают видеть сзади гораздо больше участок дороги. Если вкратце, то зеркала нужно развернуть наружу, чтобы борт своего автомобиля перестал отражаться, либо еле-еле выпадал по краешку. Дело в том, что вдоль борта автомобиля не происходит ничего существенного, чтобы постоянно смотреть на него. Сразу же всплывает вопрос, насколько сильно нужно разворачивать зеркала. Проще всего начинать с левого зеркала. Наклоните голову, чтобы прикоснуться к боковому стеклу. Теперь регулируйте боковое зеркало, чтобы примерно на одну четверть зеркала видеть свой автомобиль. И когда вы опять будете сидеть прямо, то край автомобиля отражаться уже не будет. Но он будет как раз на границе видимости. И появится, если вы немного наклоните голову в бок. На аналогичное отклонение настраивается и правое зеркало. А теперь сравним, насколько увеличился обзор по сравнению с традиционной регулировкой. Субтитры делал DimaTorzok В Самаре, где ты ездишь, с тем, что в Ульяновске. Больше свободы. И с парковками намного лучше обстоят дела. Приезжаешь, спокойно паркуешься. Здесь же не тут очень сложно парковаться. С другой стороны, чем плотнее город по движению и хуже места с парковками, тем лучше люди, водители начинают чувствовать габарит своей машины. Потому что ты просто будешь и вынужден уметь ездить ювелирно. Да, да, да. Такое я тоже заметил. Кстати, не обращал на это внимания. Честно, вот озвучил этот вопрос. И я понял, что... То есть, там в Ульяновске припарковать, вот когда все встали вот так, и один, как ты правильно сказал, слов Баран, вот встал вот так в диагонали, занял два парковочных места. Думаешь, ну зачем ты так встал? Да. В Самаре у меня вырубилась такая привычка, что я, когда подъеду, ну, из поворота въезжаю на парковочное место и чуть вижу, что я криво встал и занял соседнее место, хотя он на свободу, думаю, блин, а я думаю о другом человеке, и он же приедет вечером, запарковаться негде. Я выравниваю машину так, чтобы он тоже смог этот неизвестный человек спокойно запарковаться. То есть, правила некого общественного самосознания, выживания, в том числе в большом городе. Да, да. То есть, ты думаешь о другом, а в определенный момент понимаешь, что кто-то другой так же подумает о тебе. Угу, совершенно верно. Я абсолютно уверен, что если будешь постоянно уступать дорогу, то тебе тоже будут вступать. Если ты будешь лезть как баран везде, то и тебе потом никто не будет вступать. Это закон Бомеранга, он работает безотказно вообще. Я это заметил. Часто ли ты нарушаешь право дорог на движение? Штрафы вообще, ну, блин, не люблю я про это говорить, но я штрафы не ловлю. А тут, когда скажешь, хоп, поймаешь штраф. Ну, сейчас я еду за рулем, все нормально, ты можешь говорить. Я, конечно, не верю, что я сейчас приеду в Ульяновск, и мне не будет этого штрафа. Но вот где-то в одном месте, я помню, там на трассе такой хитрый знак был в кустах. Слушай, а Самар, я последний раз здесь был несколько лет назад. Вот этот проспект, он был хуже, да? Он был хуже, да. В этом году построили стадион, был чемпионат мира, который проходил в нашем городе, и поэтому дороги сделали... То есть, московское шоссе стало просто... Его сделали и шире. Видишь, дорожное полотно вообще ровное, разметка, все есть. Тут было как после бомбежки порой, да. Если ты едешь за рулем, например, и видишь, что... Ну, вот ты стоишь в пробке, вот очередь, да, ну, как в магазине за хлебом, и кто-то лезет без очереди. Ну, что? Как ты себя ведешь? Ты кипишь? Нет, нет, я спокойно вообще в пробках, очень спокойно, и пропущу, да, пропущу его спокойно, потому что думаю, что даже одна минута лишняя, ну, а на роли не сыграет, не пустя. Скажи, вот, занятие спортом, это в любом случае определенный, ну, другой гормональный сдвиг, там, уровень тестостерона. Влияет ли это на вот выдержку? Конечно, влияет. Поэтому я себя и стараюсь не кипятить. Я думаю, лучше пусть он проедет, нервы будут зелее, потому что если чуть-чуть вот у меня стоит, вот раз, и все, и у меня пойдет взрыв. Я этого избегаю, поэтому я веду себя спокойно, чтобы не было искры, искры не допустить. То есть самоконтроль за рулем? Да, обязательно. То есть, опять-таки, не посмотреть все эти дорожные войны, которые в интернете, то есть, спокойно пропустить, как говорится, минуту позже, минуту раньше не критично, если ты час в пробке и так стоишь. Совершенно верно, да. Но обидно же, что равно бывает. Нет, нет, нет. Не бывает? Не бывает. У меня всегда, я за свое спокойствие, первым делом это беспокойно. То есть, интересно очень получается такое, да? Сочетание. То есть, с одной стороны, надо быть эгоистичным, чтобы свои нервы беречь, но при этом быть достаточно, ну, как сказать, вписываемым в общество, чтобы пропустить кого-то. То есть, эгоизм с альтруизмом неким, как-то вот, баланс. Наша рубрика «Наблюдение» — это подтверждение уже давно известных фактов. Мы не открываем ничего нового, просто пристально рассматриваем то или иное автомобильное явление и делаем некоторые выводы. Итак, сегодня наше наблюдение — это разница в расходе топлива между спокойным и агрессивным стилем вождения. Подключаем к автомобилю наше диагностическое оборудование, берем тестовый двухкилометровый участок дороги и проезжаем по нему два раза. Один раз — агрессивный разгон до отсечки и активное торможение. Второй — плавный разгон и равномерное движение. Таким образом, мы имитируем участок городской дороги с несколькими светофорами. В первом случае наш водитель не прогнозирует дорожную обстановку, а во втором издалека видит наши условные красные сигналы светофора и подстраивается, чтобы не останавливаться и въехать на зеленый. Сразу оговоримся, что мы не учитываем множество факторов, поэтому наши результаты будут усредненными. Смотрим результаты. Мы проехали одинаковое расстояние. За это время при агрессивном стиле было потрачено в два раза больше топлива, чем при спокойном. Также обращаем внимание на среднюю скорость. Удивительно, но при агрессивном стиле скорость была даже ниже, чем при спокойном движении. Мы не претендуем на 100% достоверность, так как в реальных дорожных условиях ряд ли получится настолько идеальные попадания на все зеленые или красные сигналы светофора. Истина, как говорится, где-то посередине, но наблюдение получилось интересным. Будьте аккуратны и не нарушайте правила дорожного движения. О, здесь же полосы с реверсивным движением есть. Да. Это, кстати, вот ульяновцам. Совершенно неизвестный для ульяновцев как бы, да, ну, как сказать, атрибут или вот правил. То есть, когда в шоу автошколе учимся, мы изучаем, что такое полосы реверсивного движения, а здесь, на самом деле, вот они присутствуют. То есть, вот у нас сейчас вот тут вот кто там будет обгонять белый автомобиль. И причем там вот наверху, мы сейчас с тобой посмотрим, давай тоже перестроимся на нее. То есть, такой экскурсии для тех, кто не знает, как ездить по полосам реверсивного движения. Перед нами вот наверху. Наверху. Да-да, еще одна налево. По ней можно ехать, а еще полевее вон там висит крест. Светодиодный, да, тоже запрещено. То есть, здесь, получается, можем ехать. А причем это мы сейчас можем ехать прямо, если бы она горела налево, то мы, по сути, могли бы даже налево повернуть. А, нет, здесь всегда просто... Налево нельзя. Здесь, в общем, можно либо так ехать, либо она встречкой является. Да. Все понятно. Это регулируется во время как раз пробок. То есть, получается, что три полосы, три полосы всегда в одном направлении, и еще получается сколько? Три внутри, которые просто... Это получается, каждое направление от трех до шести полос может разрастаться в момент пробки. Да. А, а вот еще регулируемый именно поворот. То есть, здесь можно либо прямо, получается, ехать, либо только налево. Ну, вот там, получается, реверсивный еще дополнительный указатель светодиодной подсвечен. О! Значит, в Ульяновске нет такого высокого уровня. В Ульяновске вот этого нету. Это вот самарский так специфик. Причем, да, получается, ты в Ульяновске ездишь, ты едешь сразу на это московское шоссе, и ты попадаешь вот в это движение. Да, да. То есть, да, понятно, что... О, кстати, понимаете, вот ульяновский автомобиль приора в 73-й регионе, может, конечно, он самарский житель просто. Так, давай, перестроимся, с поворотничком будем. В Самаре две самые длинные улицы, это вот московское шоссе и Новосадовое, она параллельно московскому шоссе идет, и она длиннее московского шоссе, она через весь город вообще прям ходит. И там тоже, тоже самая такая широкая дорога. Другая страна, вот он, вот он в действии организации движения. А то у нас в Ульяновске есть некие моменты, где, но вот тяжело, я понимаю превосходно, что есть там определенный оптимум между, что зеленые насаждения должны остаться. Ну, а вот в Казани, например, вообще другое. Здесь, видишь, как бы полоса очень широкая, а в Казани полоса такая, что вот стоит перед нами там машина, и вот там по 15 см сбоку все, это уже разметка. И то есть там такие узкие полосы, и причем самое удивительное, там у них есть, например, какие-то проспекты, там Ямашево, что-ли, я не помню, где идет проспект, и он не такой прямой, а он с такими выражами. И вот эта вся разметка такая же. Очень сложно, да. Я первый раз там был, то есть здесь, да, то есть еще ладно, можно выучить, а там маневрировать, это вот слово о габаритах, да, чем крупнее город. И то есть там, где, например, вот в Ульяновске три полосы движения, и вот в Самаре здесь три полосы. Вот в Казани, реально, вот здесь разрисуют четыре уже. То есть, представляешь, да, там плотно, там, там, большую машину даже, видите, уже невыгодно просто становиться, потому что ты просто будешь ехать и всегда за колами вываливаться. Так, ну я понимаю, мы подъезжаем, куда тебе надо. Да. Таксистом поработал в Самаре бесплатно, подвез друга, но заодно поболтали. Ну что, я думаю, разговор был искренне полезным для многих наших зрителей, вот. Друзья, помните закон бумеранга, чем больше отдачи, больше пропускаете на дорогах, тем больше и вас будут потом пропускать этот закон бумеранга, он работает безотказно. так, все, тогда вот я тебя сейчас вот здесь вот насаживаю, да? Попробуем посетителям. Так. Ну что, спасибо тебе большое. Надеюсь, увидимся еще. До новых встреч. Вот, все. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова